Ну что ж, всем привет ребятки, сегодня мы поговорим про новую систему тюнинга, нам показали спойлеры, довольно таки интересные, классные, которые мы сегодня разберем, я вам выскажу свое мнение, мы подробно это все посмотрим, рассмотрим и будем надеяться, что в скором времени уже наконец-то выйдет обновление, от вас хочу выйти в активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей, вся информация есть в описании под видео. Я вам в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, всех обнял-приподнял, погнали. Ну что ж ребятки, в этом спойлере нам показали 3 автомобиля, на которых будут обвесы, это получается Nissan GTR, это получается M5 и Toyota GT86. Нам показали пока что всего лишь 3 автомобиля, но они обозначили то, что в обновлении будут десятки обвесов на разные автомобили и в дальнейшем будут добавлять новые обвесы на разные автомобили. Ну что ж ребятки, давай теперь посмотрим, что нам показали, вот такие вот замечательные на все скиншоты и здесь мы видим M5, M5 Competition это серая и у нас будет обвес M5 CS, то есть есть обычный M5, M5 Competition и M5 CS. Но так в целом я очень рад, что я добавил этот обвес, потому что я себе даже заменку ставил на CS где-то год назад и я очень хотел, чтобы наконец-то либо ее изменили, либо там обвесы добавили. Что у нас в принципе внешне меняется? У нас получается будет губа, у нас будут другие фары, получается нозли на капоте, у нас будут боковые юбки, сзади у нас будет новый диффузер, новые насадки на выхлоп и будет такой мини спойлер. Вот реально, когда выйдет обнова, я в первую очередь просто себе поставлю этот обвес, потому что мне он реально очень нравится, выглядит все очень красиво. Следующий автомобиль это Nissan GTR R35, на него вы сможете поставить обвес Nismo, вроде бы так он называется, то есть серый это у нас обычный GTR без каких-либо изменений, которые стоят в автосалоне. И вы сможете также заехать в СТО и поставить себе вот такой вот обвес Nismo. Что у нас в принципе внешне меняется на GTR? Меняются нижняя губа, боковые юбки и вроде бы мне кажется то, что бампер другой, видите здесь вырезы одни, а здесь вырезы другие, то есть бампер у нас в принципе тоже полностью меняется. По задней части здесь у нас получается вот такой вот агрессивный спойлер и вроде бы меняется задняя юбка, возможно я ошибаюсь. Ну и конечно же крыша у вас будет черная, то есть на обычном GTR у вас крыша в цвет кузова, а на обвесе Nismo у вас крыша будет такая черная. Следующий спойлер получается это Toyota GT86, здесь очень большие изменения, вроде бы этот обвес называется Rocket Bunny, возможно я ошибаюсь. Полностью меняется бампер, появляется просто расширение, появляется каркас, в задней части у нас появляется такой вот сплиттер и сзади я так понимаю у нас меняется диффузер. То есть внешне тачка прям тоже бомба становится, на этой машине вы можете наглядно увидеть просто изменения. И теперь самое интересное, как это будет вообще работать, понятное дело то, что ставятся обвесы и будут в S100, то есть мне интересно, обвесы можно будет полностью ставить сразу или нужно будет ставить сразу, либо можно будет отдельно поставить бампер, отдельно поставить там диффузер, губу там и так далее. Также интересный вопрос в том, сколько это будет стоить, то есть я думаю цены будут довольно-таки интересные. Допустим там обвес на M5 будет стоить 5 миллионов, это мы тоже не можем знать, то есть цены будут я думаю либо одинаковые, либо будет все зависеть от цены. Чем дороже там автомобиль, тем дороже будет стоить обвес на него, возможно я ошибаюсь, я не знаю. Ну просто реально интересно, сколько это будет стоить, допустим там на M5 обвес будет стоить там 5 миллионов, на GTR будет стоить 7 миллионов, либо будет обвес там стоить 1 миллион, либо полтора миллиона. Еще непонятно, будет ли этот вообще тюнинг цениться при продаже автомобиля, вот допустим я там куплю себе M5, поставлю туда обвес и будет ли это цениться, будут ли люди покупать эти машины дороже. Если ты покупаешь там M5, делаешь ей FTS 100, там чип, баг там и так далее, то есть она особо в цене не вырастает от этого. То есть ты там на тюнинг потратишь 7 миллионов, на машину потратят там 6 миллионов, но ты за эти деньги ее не продашь, ты ее продашь там за 7, за 8 миллионов в лучшем случае. В любом случае я считаю то, что тема интересная, это добавит некого разнообразия в автомобилях, потому что все любят автомобили, и самая популярная тема на серваках, на проекте, это конечно же автомобили, это самая такая популярная ходовая тема. Но в любом случае я лично этого очень ждал, я думаю многие этого ждали, и было бы круто, если бы они тоже что-то сделали там допустим с Жигулями, тоже на них какие-то обвесы ставить там, расширения там и так далее. Ну а на этом я ребятки буду с вами прощаться, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вся информация в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я думаю то, что обновление скорее всего выйдет в следующем месяце, либо в начале, либо в середине. Все, всех обнял, приподнял, всем пока-пока.